Водитель, геодезист и юрист. Все эти специальности умещаются в одной. Инспектор ГИБДД. В профессиональный праздник наша съемочная группа узнала, как проходит рабочий день госинспектора. Утро инспектора ГИБДД начинается с объезда городского округа. Ямы, неправильно установленные рекламные щиты и отсутствие разметки. То, что выявляют сотрудники отделения дорожного надзора. На данном участке автомобильной дороги имеются дефекты покрытия дорожного. Такие дефекты нами фиксируются. Мы сейчас остановимся с вами. Это дорожная рейка. Измерительный прибор в обиходе не только у геодезистов, но и госинспекторов. Вот ее длина. Мы меряем. Что-то с нами вот такое. И ставим толщик такой, измеряем ее глубину. Длина ямы 1 метр 60 сантиметров. Глубина 7 сантиметров. Из-за такого дефекта может возникнуть аварийная ситуация. На устранение ямы дают 10 дней. Другое нарушение – отсутствие разметки. Измерить ширину полосы можно при помощи курвиметра. Вот на данном участке автомобильной дороги у нас присутствует факт отсутствия горизонтальной дорожной разметки. Чтобы это вот понять, нам нужно замерить, сделать замеры дороги, понять ее ширину. Ширина этого участка дороги – 9 метров. По правилам дорожного движения, если полоса превышает 3,5 метра, нужно нанести осевую разметку. Устранить это нарушение необходимо в течение 30 дней. Это кабинет, в котором Ефим Хабаров оформляет документы и общается с горожанами. На рабочем столе – фотографии его героя и профессионального вдохновителя – папы. В профессию пришел по призванию, по внутреннему убеждению, так как мой отец работал в данном подразделении. Папа приезжал домой на патрульную автомашину, будущий ребенком, мне все это нравилось. Сидел в машине. Был такой день, когда меня брал на работу, когда мама не могла со мной там посидеть. Армия, юридическое образование – хорошая работа. И вот госинспектор дошел до капитана полиции. Сын Ефима Хабарова, Тимофей, тоже мечтает стать инспектором ГИБДД, как когда-то хотел его отец. Всех своих детей обучают, вот прям с детства учу, чтобы переходили дорогу только на зеленый сигнал светофора. В большинстве случаев нарушают сами родители и подают пример детям. Дети-то они слушают нас, и преподаватели слушают, и учителей. Соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными. Этому принципу следует сам Ефим Хабаров и советует другим люберчанам. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.